Сотни человеческих судеб на небольшом островке сцены. Анатолий Горгуль отдал любимому ремеслу 60 лет. Актер по профессии и призванию, так отзываются о нем коллеги. В 1967 году он приехал в Краснодар и связал жизнь с драматическим театром имени Горького. На его счету десятки ярких образов, полные залы и роли в кино. Талант кубанского актера заметил режиссер Андрей Звягинцев. Эпизодическая самобытная роль в картине «Изгнание» стала еще одним этапом в карьере Горгуля. У другого, не менее известного жителя Кубани, талант руководить. Виктор Христин уже десятый год является главой Геленджика. Крепкий хозяйственник, он часто общается с жителями без посредников. Не боится выслушать критику в лицо и принимает пожелания в улучшении города. Благодаря этому Геленджик стал современным, динамично развивающимся курортом, где появляются новые скверы, пешеходные дорожки и детские площадки. Что, домик сложить? Такой же детский сад построишь сейчас? Грамотное руководство и в полях нужно. Директор рисовоческого завода в Красноармейском районе Сергей Кизенек вместе с актером Горгулем, хозяйственником Христиным и другими выдающимися жителями Кубани получают медали из рук губернатора края Вениамина Кондратьева. Высшую награду звания Герой труда Кубани присвоили пятерым. Среди них Николай Еремян, руководитель Кропоткинского машиностроительного завода и профессор истории Валерий Ратушняк. Для каждого из них медали-то стимули двигаться дальше, чтобы предприятия или города, которые они возглавляют, процветали и вносили существенный вклад в экономику региона. О том, как это сделать, делятся без замедлений. Нужно побольше бывать в городе, в селах и поселках, поменьше уделять внимание себе и в том числе для отдыха. Я всегда говорил, что люди, которые пришли во власть, они должны немного, наверное, забыть о семье и, конечно, должны, наверное, полностью забыть про свою личную жизнь. Они должны полностью себя посвятить жителям, жителям города. Это, я считаю, аванс, потому что у нас маяк совершенства находится очень высоко, а подъем к нему очень крутой. Мы должны беспрерывно крутить педали творческого велосипеда. Еще восемь человек получили медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. Это медики, строители, руководители предприятий региона. Двенадцати жителям края вручили благодарственные письма президента страны. Во многом именно благодаря таким людям Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся регионов России, отметил Вениамин Кондратьев. Говоря в общем о величии России, мы говорим о себе в том числе, о своих семьях, о величии каждого человека, каждой фамилии, каждого рода, которые были, есть и будут гордостью этой великой страны. И сегодня вы – гордость нашего края, честь, если хотите, и слава. Я хочу просто вас поздравить с тем, что вы удостоены, и поверьте, это не моя здесь заслуга, это инициатива ваших коллег, которые на самом деле высоко оценивают ваши заслуги перед Кубанью. Друзья, коллеги, земляки, честь вам и хвала. Спасибо за ваш самоотверженный труд на благо Кубани, России и будущих поколений. Кубань стала вторым домом более чем для 60 тысяч человек. И это только за прошлый год. Люди хотят жить в нашем регионе, уверен Вениамин Кондратьев. И причина – не только ласковое солнце и теплое море. Дружинники края сковали стабильную экономику Кубани. Именно за такими людьми – будущее страны. Инна Чайко, Мария Крошная, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар.